Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Начинается новый влог и новое приключение. Я решила устроить Стасу сюрприз. Вот здесь вот прикреплю реакцию на этот сюрприз. Ну а мы сейчас уже собрались, и у нас начинается длительное путешествие в новую страну. Как ты думаешь, куда мы с тобой летим завтра? В Пельмень. Нет, нижний Новгород. На Луну! Ну, звать твои варианты. На Луну, в Кювет и в Коспис. Ну, по ощущениям хотя бы. Северный полюс. Близко, кстати. Да? В Мурманск. Или на Байкал. На Камчатку. Ну, а еще какие варианты есть? Не знаю, а... Ну, ладно, намекни, давай загадку. Там холодно. Холодно? Да. А если чуть подальше, то тепло. Ну, Зай, давай просто варианты накидывай, и я скажу... Да или нет? В Камчатке, правильно? Нет. В Норвегии, Исландии. Ну, можно уже говорить. Давай. Мы летим в Нью-Йорк. Серьезно? Да. Ебать. Это охуенно. Ты готов? Готов. Ты опять? Ура! Погнали. Пока мы ждем такси, поделись еще раз своими ощущениями. Да, сутка обычно. Да? Ну, блин. Не, на самом деле, они уже знают, да, куда мы летим? Блог-то выйдет, когда уже все будет понятно. Ну, вы, собственно, поняли, что мы летим в Нью-Йорк. Как ощущения? Короче, у меня первый раз, наверное, за последние несколько лет? Десять я путешествую, так что, прямо, у меня такое ощущение, как будто бы мне шесть. И я такой, ну, ездил в путешествии, как будто бы все остальные страны меня не так это впечатляли. Да? Ну, я такой ездил, такой, окей, типа, классно, прикольно, это круто, это будет, если от путлет в культу. Но как это спустя девять лет? Восемь. Получить шанс? Не знаю, спросить через двадцать часов. Полет? Да. Ну, мне кажется, я буду ходить, такой, ебать, просто на концепт-постер. Да. Среди бомжей и крыс. Такую, ебать. Ну, видела, какая здоровая. Ну, ладно. Я думаю, мне понравится. Да? Ну, все. Я думаю, что сюрприз удал. Да? Это весь сюрприз. Просто сказать. В смысле просто сказать? Если мы никуда не полетим, такие... Ты че? Такие, ну, все, раздевайся. Все будет классно. Поехали в аэропорт. Должна быть склейка, а мы пока ждем такси еще. Да? Ну, ладно. Просто на улице снегопад. Не знаю, видно вам или нет, но там валит снег, поэтому такси едет долго. Мы все прошли. Достаточно быстро, кстати. На удивление, вообще никого не было на паспортном контроле. Хотя в аэропорту очень много людей. Не знаю, может быть, потому что рейс дневной. Но каждый раз, когда мы вылетали, если вылетали рано утром или поздно вечером, прям было очень много людей на паспортном. А здесь мы просто быстренько прошли. Сдали багаж, оставили ручную кладь. И сейчас идем кушать. У нас примерно где-то, наверное, минут 45 до посадки. Вот. Так что все достаточно легко, на изи, спокойненько. И мы сейчас что идем? Есть блинчики? Я в бизнес-зал. Не хочешь? Не знаю. Кофемани хочешь? Не знаю, сейчас посмотрим. Как вы помните, у нас есть традиция. Каждый раз, когда мы куда-то вылетаем, мы едим блинчики с мясом из кофемани. Но обычно эта традиция случается тогда, когда мы куда-то летим с утра. А сейчас уже полчетвертого дня. Не знаю, насколько это актуально. Но мы уже, да, такие немножечко голодненькие. Поэтому сейчас куда-то упадем. Стас предложил пойти в бизнес-зал. Но обычно в бизнес-зале все как-то намешанное, наваленное. И дофига людей. Приключения начинаются. Ура! Так, ну что, мы уже в самолете. Здесь есть вот такая функция. Давай, нажимай. Вот. Принесли нам шимпанскую. Правда, Стас не заказывал. Давай. Ура! За путешествие! За новую страну и за денежки. За новую страну и за денежки. Добро пожаловать в Абутаби. Какой Абутаби! Мы прилетели в Доху. Ну что, у нас сейчас пересадка. Три часа. И мы полетаем ночным рейсом. Да, чуть меньше. Сейчас поработаем. Как обычно. Ну, кстати, долетели. Мы вообще супер-изи. Немного поспали, поели. Я посмотрела фильм, который называется Lost City. С чейнинг-татумом. Очень крутой. Рекомендую. Сейчас мы пойдем в бизнес-зал. Посидим. Покушаем. Поработаем. И у нас ночной рейс. Я надеюсь, что все 15 часов мы будем спать. И завтра уже проснемся в Нью-Йорке. Ну что, мы уже в самолете. Нам сейчас лететь практически 15 часов. Вылет у нас с полвторого ночи. Поэтому мы постараемся все это время поспать. Обзорчик такой небольшой. По нашей кабинке. Давай. Знаете, что самое удивительное? Я не знаю, как это сейчас будет. Но прикол в том, что вообще, мне кажется, я, конечно, могла нарубаться. Но это была мой единственный самолет, у которого... А здесь сидения стоят в ту сторону, а в сфере другой. И у нас так получается, что мы летим спиной. Потому что у нас самолеты... У нас стоит самое козырное место. Да? Потому что вот здесь, типа, перегородка, видишь, такая, типа, стольники. Они не объединяются вот в такой диван, как у нас. А, да? А-а. А, видишь, я убирала. Прикольно, вот. То есть здесь вот эта вот штучка, она поднимается, но у нас получается такое объединенное место. Прикольно. Ну, потом... Коммуналка. Коммуналка. Потом поделюсь с вами, как прошел полет, когда ты летишь спиной. Здесь у нас, конечно, такая вот шестерилька. Раз, два, два. Чем? Закрыли. Значит, у нас здесь французский бренд Дептикю. Если я правильно прочитала, могу ошибаться. Никогда им не пользовалась. Обзор на косметичку. Давайте смотреть. У нас здесь с вами пассион для тела, крем для лица. Крем для духи. Духи. Там течет, сказать, кто-нибудь. I'm so sorry. It's okay. Значит, здесь у нас с вами веруши, маска для лица и носочки. Я попросила еще тапочки. Сказали, что чуть попозже, когда нам с летим, принесут тапочки и одежду для сна, между прочим. Вот это прикольно. Поэтому можно будет переодеться в нашей кабиночке и спокойненько долететь. Кстати, удивительно то, что они реально подготовились. Потому что смотри, то есть они же знали, какие пассажиры будут за каким местом сидеть. И у меня вот такая же мужская косметичка. А у Стаса вот такая мужская. О боже, так интересно. Она тут зацепилась за вот эту штучку. Открой, пожалуйста. А давай, ты быстренько обзор покажешь. Мы обзор косметичный будет очень быстрее. Да, давай. Носки. Это тоже спрей. И бумажка. Духи. А, ну у тебя все то же самое. Просто у тебя мужская косметичка. Прекрасно. Куда мы летим, угадайте. Ну, даже не знаю, если честно. Здесь, значит, есть розетка. Кстати, удобно, что вот такая вот. Потому что на предыдущем перелете у нас была только с USB, а у всех айфонов уже провода USB-C. Да. USB-C. Ой, это невозможно было зарядить. Что у нас здесь еще есть? У нас здесь с вами... А, ну смотрите, я в Париж лечу. А Стас и Юр. Просто мы на одном месте. Самолет просто разделяется посередине. Так, все, и Катя в одну сторону, а в другую. Соответственно, у нас здесь одеялко. Еще есть одна подушечка. Все это вот так вот раскладывается. В столик. Вот. Вот такая вот коленда. Ой, Стасу какой-то лимонадик принесли. Все, друзья, мы с вами уже увидимся в Нью-Йорке. Желайте нам счастливого пути. И до встречи. Ну что, друзья, как вы поняли, мы прилетели. Я не стала уже особо записывать, как вы там проходили паспортный контроль и все такое. Но прошли достаточно быстро. У меня, как обычно, спросили про то, везу ли я с собой какие-то фрукты или лучи. Для тех, кто не в курсе, у меня была один раз история. У меня, короче, в сумке был апельсин. И я забыла его оставить в самолете. А ты в Америку не можешь возить никакие фрукты, растения, семена и так далее. Но просто из-за того, что у меня был апельсин, я чуть не подумала, оставила. И мне когда спросили, есть ли у меня что-то, я сказала, да, апельсин. И меня потом досматривали и сказали, прям очень сильно ругали, что нельзя это ничего водить. Второй раз потом я еще прилетала. Это было там давным-давно, мне кажется, лет, не знаю, 6 назад. История повторилась. И у меня уже, видимо, там, знаете, как клеймо. И это все видно. И они меня опять спрашивали, есть ли у меня с собой какие-то фрукты или овощи. Я сказала, нет, ничего нет. У Стаса вообще спросили, чем занимаюсь я. И, собственно, все. Паспортный контроль мы прошли буквально за минуту. Единственное, что мы очень долго ждали. Багаж примерно, наверное, минут 40. Но все, получили. Сейчас вызвали такси, едем в отель. Погода просто сказка. Вы посмотрите. Ну, кто выбирал? Первое впечатление. Из самолета казалось, что мы где-то в Перми садимся. Да? Да. Потом у меня срабатывали триггеры на всяких погранцов американцев, которые обсуждают со мной американские визы, потому что последние 8 лет мне всегда было не очень хорошо после разговора с ними. Сейчас вроде все окей прошло. Но мы вышли из аэропорта, и я такой увижу, увидел всякие американские грузовики, американские копы. Вот этот бар из-под асфальта и такой, ну... Чтобы вы понимали, я, мне кажется, ни разу в жизни Стаса не видела, чтобы он так много улыбался. Обычно он, как вы все пишете, с недовольным лицом. Вот мы узнали фишку, что сделать, чтобы его лицо было довольным. Америка. Америка. Свозить его в Нью-Йорк, да. Время 9 утра. Мы, кстати, встали в какую-то пробку. В какую-то американскую. Американскую пробку. Отель у нас на Манхэттене. Надеюсь, что он будет классный, потому что я, когда смотрела отели, казалось-то, ну, как бы я в курсе, что в Нью-Йорке отелей много, но проблема вся в том, что номера у них по 10-12 квадратных метров. То есть ты заходишь, у тебя сразу кровать, и у тебя вообще нет места развернуться, положить какие-то чемоданы. Вот. Ну и, соответственно, тоже по расположению, чтобы было удобно. Поэтому, надеюсь, он оправдает свои... Свои что? Ожидания. Ожидания. Так что сейчас доедем до отеля, покажу вам рум-тур. И сегодня пойдем гулять. У нас целый день впереди, погода сказка. Поэтому буду показывать Ассо Нью-Йорк. Мы переоделись, садили в душ и вышли на прогулку. Все так. Теперь вы знаете, где Стас будет улыбаться, собственно. Я уже говорила, но столько счастья... Умычего человека. Столько счастья на твоем лице я не видела, мне кажется, никогда. Да? Чёп, я же никогда не олунь не ел. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас будет небольшое признание и сенсация, возможно, для многих. Я тут человек, который не смотрел Гарри Поттера. У меня, знаете, была такая детская травма. Я смотрела Гарри Поттера. Что это за серия была, где там дракон вылазил из туалета? Это вторая была, не дракон. А кто? Это Василист был. Какой-то Василист, короче. Тайная комната. Тайная комната. В общем, я смотрела его тогда, когда я была во втором классе. Я помню, мы с бабушкой... Классика. И палочки. Ну, честно, для человека, который не смотрел Гарри Поттер и не понимает, что это. Ну, просто какие-то побрякушки. Но магазин огромный. Собственно, я уже потеряла Стаса. А, вон он. Палочки опять ходит, выбирает. Ищу, ищу. Че будем покупать? Метлу. А? Метлу. Метлу? Где ты ее дошел? Давай, надевай. Надевай, я тебя сфоткаю, скажу, что ты сюда на метле прилетел. Шляпы? Да. Сейчас. Помнишь, я улыбался много. На чем вы прилетели в Нью-Йорк? А мы с друзьями будем Новый год праздновать, и у нас будет Тайный Санта. Я думаю, что в целом можно отсюда что-то выбрать. Подарки какие-нибудь. Где? Ужас. Жесть. Мне кажется, магазин прям рядом для фанатиков. Это база, Катя, которая должна быть у каждого человека в доме. Лоншебная палочка. Мантия с кабана. Я даже, вы знаете, хотела бросить на что-то взгляд и сказать, а вот это, вот это. Я даже не знаю, как это все называется. Мне даже вот их скуса очень сложно. Вопрос. Гриффиндор или Пуффиндуй? Так, Гриффиндор, что ты знакома, а второе звучит... Пуффиндуй. А Пуффиндор от слова пуфик, что ли? Я это выдумал, потому что, мне кажется, был такой факультет. Какой нужно было снять фильм, что он стал таким легендарным, и до сих пор есть магазин, и люди, куда здесь могут всмокнуть. Мне, собственно, метлы не хватает, но так вот, в Джонсу. У Стаса есть такая привычка, что каждый раз, когда он приезжает в какую-то новую страну, у него в первый день программа максимум. Ой, здесь точку, я упал. Это знак? Деньгам говорят. Да? В Канаде, я не знаю. Мы сейчас прошли с Манхэттена до Даунтауна, и стоим вот в такой вот очереди, чтобы, знаете, что? Даже не догадываетесь, чтобы, чтобы сейчас 3, 2, 1. Потереть яйца, быку, быку, яйца потереть, понимаете? Это миссия номер один на Нью-Йорк. Что загадаешь? В смысле, это же бык на Уолл-Стрит, баф, все про баф. Да? Детей загадаю, конечно. С бабками. Чтобы сразу родились с дубными мешками. Сейчас мы еще хотим дойти до Брухлинского моста и потом поехать на Томскуэр. Я не знаю, почему у нас такой план, будто бы мы на один день приехали, но Стас решил посмотреть все. Сюда, короче, киня, кто эти идиоты, которые стоят очень-очень. А это знак там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы на Томскуэр. А теперь мы в Нью-Йорке. Для Стаса было важно поставить здесь галочку в первый день. Как ощущения? Америка думала нагнуть ее, а я сам ее нагнул. Ты думала, меня не пустить, а я здесь. Благодаря своей жизни, конечно. Но это уже крайне странно. А пусть и мать. Фигенно, прикольно. Доброе утро, друзья. Все-таки Jetlag нас победил, но он был щадящим. Good morning, New Yorkers. Good morning, New Yorkers. Jetlag был щадящим. Правда, вчера я уснул, наверное, где-то в 9. Проспала вообще полностью всю ночь и проснулась без 15.6 утра. Что в целом, мне кажется, хорошо. Я думаю, что еще пару дней мы будем засыпать примерно так же. Вставать тоже в 6 утра. Но, если честно, это прям даже на руку. Потому что ты встаешь, успеваешь ответить на какие-то рабочие чаты, выложить сториз, спокойно собраться. Потому что примерно все заведения открываются в 9 утра. И, собственно, мы сейчас собрались. Пришли на завтрак. Напротив Брайан-парк мне это место посоветовала Ася Рож. Если вдруг ты смотришь, передаю тебе привет. Так как она здесь живет, она посоветовала это заведение на завтраке. Сказала, что здесь в целом вкусно. Не только завтраки, но и обеды, и ужины. И что это бывшая кофемания. И, соответственно, я, правда, не совсем поняла, кофемания это тут действительно как-то была? Или это просто схожее с кофеманей? Вот так это выглядит. Вот, мне принесли завтрак. Ну, смотрите, выглядит, конечно, кайфе. От Стаса прям классический американский завтрак. Когда попросила экстралихон. Принесли. Принесли от души просто. Красный какой-то, ну ладно. Ну, сейчас проверим, ну все. Я эксперт в бегоне. Больше, чем эксперт в чем-либо еще. Время сейчас 9.30 утра, поэтому заведение такое наполовину пустое. Мы боялись, что мы нигде не сядем, потому что действительно хорошие места нужно бронировать заранее. Тем более, сейчас здесь еще такая предновогодняя история. Очень много, как я поняла, туристов, потому что, когда я искала отели, многие либо запутированы полностью, все sold out, либо же отели по 10 квадратных метров за комнату, что вообще там не развернуться. Вот, и поэтому очень-очень много людей, прям очень много. Но, судя по всему, в 9 утра завтракают только те, у кого поджат лак. Ну как? Вкусно? У меня тоже вкусно выглядит. Честно, не строим вообще никакие планы. Сейчас будем просто, как говорится, go with the flow. Будем смотреть, чем будем заниматься сегодня, но думаем съездить на экскурсию на стадию свободы, вот, и хотим забронировать на завтра, возможно, вертолет, возможно, что-то еще, потому что у этого молодого человека завтра день рождения. Ему исполняется 29 лет, соответственно, нужно как-то немножечко подготовиться. Так что завтрашний день мы все-таки постараемся спланировать, но не расстроимся, если вдруг что-то не получится, правильно? Тогда я расстраивался, судя по нужным дням вообще. Но я в целом проснулся уже как-то очень быстро, даже до 29 дней. Все, будем праздновать. Всем приятного аппетита! Мы-то завтракали, вышли в Брайан-парк. Здесь можно покататься на катке, но людей, если честно, очень много. Вот у нас, например, я знаю, пускают по сеансам и ограниченное количество людей. А здесь настолько месико, прям, ну, мне кажется, даже кататься невозможно. Мы сходим еще в профиллер-центр, посмотрим, как там. Но все-таки пунктик на эту поездку, покататься на коньках, здесь он есть. И здесь, как вы видите, сейчас Стас вам немножечко покажет. Такая рождественская ярмарка, и при всем при этом можно пить разную еду. Но пахнет чем-то сладким, таким-каким-то пончиком с корицей, да? Ты еще молчишь? И сейчас мы идем гулять. Ну, все уже так по-новогоднему украшено. Елочка, фонарики, и там большая елка красивая. Люди здесь сидят, можно просто смотреть. Можно не кататься, можно просто смотреть и кушать. Это, кстати, прикольно. Очень похоже, да, на нашу Красную площадь. Тоже вот разные магазинчики, разная еда, и очень много людей. Продано. Мы едем кататься на лодке и смотреть не только Статуи Свободы, но и Хадсон Ярдс, и 9.11, Элис Айланд. В общем, там, по-моему, 10 или 12 поинтов, и тур идет 75 минут, чуть больше, чем час. Есть вторая опция, когда вы берете другой билет, который стоит на 4 доллара дешевле, и он на 3 часа. Но вы смотрите только Статуи Свободы, останавливаетесь на Элис Айланде, высаживаетесь на Статуи Свободы, и, собственно, все. Я на таком туре была как раз-таки, вот когда первый раз была в Нью-Йорке и ездила смотреть на Статуи Свободы. Ну, было прикольно, но ты выходишь на этом острове без Статуи Свободы, встаешь, смотришь вот так вот наверх, и особо каких-то удачных фотографий ты сделать не можешь. Вот поэтому решили взять другой тур, который именно на лодке. Вот, можно находиться внутри, можно снаружи. Сейчас погода такая, небольшой дождик идет, мы решили, что на лодке будет прокатиться намного круче и посмотреть Статуи Свободы с воды. Но если вдруг мы захотим, у нас есть еще несколько дней, возможно, мы возьмем другую экскурсию, которая идет 3 часа, чтобы прям съездить конкретно на остров, где стоит Статуи Свободы. Вот такие ребята нас встречали, продали нам билеты, и трансфер непосредственно сейчас нас заберет, мы доедем до Пира, и с Пира мы поедем уже непосредственно по реке, смотреть все достопримечательности. И потом, также по желанию, нас могут обратно привезти сюда, где бык на Уолл-стрит, либо привезти на Дэйм-скуэр, либо к Центр-л-парку. Классно, что есть 3 опции. Вот, поэтому он нас сейчас куда-то ведет, судя по всему, автобус. Так, это наша лодочка, мы отправляемся в 3 часа, встали в очередь, сейчас у нас будет посадка, да? Можно будет сидеть внутри, можно будет выйти. Погодка, конечно, вот такая примерно, но что поделать, зато уже нет дождя, и думаю, что все будет классно видно, как настроение. Подожди, я хотела спросить, Стас съел 2 хот-дога, ему оба не понравились, сказал, что в Москве на Лукоиле намного вкуснее. Ну, это эталон, типа, есть, знаешь, топовые рейтики, мишлен, потом Лукоил. Сначала База, а потом вот эти все, Ариана Гранде, Леди Гага. На самом деле, пока я тут еще не поел, просто прям. Серьезно? Вчера мы с тобой. Где мы вчера с тобой ели, я уже забыла? Ха-ха. А, мы ели в Whole Foods. Да, мы ели в Whole Foods. Зубиться, окей, да. Сегодня мы ели в классном заведении, но Стасу почему-то не понравилось, у меня было вкусно. Бекон. Не очень ему. Да, и вот сейчас он съел хот-дог, и вечером, после сейчас лодки пойдем куда-нибудь кушать. Блин, я из Перми, но там вообще из земли едем. Да, и все офигенно. Все классно, классно тут. Погода хереная. Чайка. Кстати, зацеменитим, купили ему свитер в Заре, потому что человек замерз. Вышел из дома, решил не возвращаться, и поэтому мы купили свитер. Вчера мерзлый я, сегодня ты. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня день рождения вот этого молодого человека. Всем привет. Ему исполняется 29 лет, точнее, уже исполнилось. И как вы можете понять, о, о, господи, нас зовут, пошли. Я надеюсь, что вы поняли по локации, что мы приехали летать на вертолете, но не на простом. Подождите, нас позвали, сейчас мы все узнаем. Мы прилетели летать не просто на вертолете, а на вертолете без дверей. Честно, я словила паничку, когда мы летали на обычном вертолете, а здесь еще и без дверей. Ну, Стасу день рождения, это была его мечта, поэтому я как бы даже не знаю, что сказать. Вот так выглядит место. Только в Нью-Джерси можно летать на вертолете без дверей. Здесь комната, где вы можете убрать свои вещи. В туалет, и непосредственно вот там вас одевают, застегивают. И если вы хотите снимать на камеру, либо на телефон, вам дают специальную такую штучку, на которую это можно повесить. Полет нас займет 30 минут. Мы должны полетать над всеми достопримечательностями Нью-Йорка. И стоило это где-то 1300 долларов. Сегодня, кстати, на удивление, сейчас уже нормальная погода. Мы когда с утра проснулись, было очень облачно. Прям такой, знаете, какой-то туман. Мы думали, что сегодня летать не буду, но сейчас пока ехали в Нью-Джерси, было прям такое солнышко-солнышко, поэтому надеюсь, что все будет супер-классно. Как настрой? Да у меня это вообще изи. Все, что касается с полетами неба, я это обожаю. Господи, а меня уже, если честно, трясет. Я уже боюсь. Поэтому надеюсь, что все пройдет классно. И постараюсь вам хотя бы что-нибудь поснимать. А, мы еще дополнительно заплатили за то, чтобы сидеть с краю, где можно будет вот так вот свесить ноги. Но сейчас, если честно, мне кажется, я уже пожалела, что я буду сидеть с краю, потому что мы смотрели инструкцию, как это выглядит. Мне уже стало не по себе. Ладно, все, мы будем складывать вещи, пойдем крепить ремни. Здесь дают вот такие штучки. Я не знаю, что говорить. На нас надели... Система, да, чтобы ты не потерялась в толпе. Что-то поводок. Так, вот держишь, Катю, и ходишь с ней по магазину. Вот, и дали вот такую специальную штучку. Это, кстати, бесплатно для телефонов. Она держится вот на такой штучке. Стасу дали еще специальную для камеры. А сейчас мы уже куда-то идем. Даже небо голубое, представляете? Так, мы сейчас садимся в машину. И, соответственно, едем на взлетно-посадочную полосу. Редактор субтитров А.Семкин Практически сразу с места событий после вертолета рассказываю вам, как это было. Это было не так страшно, как в прошлый раз, когда мы летали в Кейктауне. И по моим ощущениям, было не так страшно, потому что мы не так высоко летали. Не знаю, может быть, это все было одинаково, просто я уже привыкла. С открытыми дверьми было летать тоже не так страшно. Я опять сидела спереди. Но в этот раз меня посадили спереди, потому что, судя по всему, я меньше всего весила. Нас перед тем, как пойти летать, всех взвесили. И, соответственно, меня посадили спереди с пилотом. Ну и, конечно же, виды были очень классные. Нам понравилось. Тебе как? Топчик. Меня как самого толстого посадили назад. Да ладно, перестань. Не держал. На самом деле, реально круто. Не так холодно, как мы думали. Да, да. Одеваться. На самом деле, нет вообще. Поэтому всем советуем. Нас погодилось, стало классно, поэтому мы все посмотрели в службу. Да, кстати, вот я тоже хотела сказать по поводу ветра. Вообще не так дуло. Ну, у меня-то спереди вообще не так дуло, потому что у пилота была закрыта. У него, у единственного была дверь, она была закрыта. И, соответственно, у меня не было вот этого сквозняка. А у ребят там сзади все-таки сквозняк был, но не было так ветрино. То есть, да, мы оделись тепло, но было очень комфортно. И действительно, погода прям разгулялась. Сейчас небо голубое, так что нам прям повезло. Сейчас пришли на самую фотографируемую улицу, мне кажется, в Нью-Йорке. Это место называется Дамбо. И это место с видом на Манхэттенский мост. Посмотрите, во-первых, как это красиво, а во-вторых, сколько здесь людей. Просто капец. Ну, мы, конечно же, сейчас тоже не делаем. Это картофель. У нас в Нью-Йорке программа «Максимум». Сейчас осталось три дня до отлета. И за три дня, получается, уже, как мы здесь, мы посмотрели Тайм-скуэр. Мы посмотрели Бруклинский мост. Мы посмотрели Быкам. Мы полетали на вертолете. Мы посмотрели Дамбо. Это где такая красивая локация на Манхэттенский мост? Что мы еще посмотрели? 9.11. Мы посмотрели 9.11. Мы вчера были на 5-й авене, гуляли. И только всего за день происходит, что, мне кажется, я что-то еще забыла. Мы это узкое здание посмотрели. Мы посмотрели самый разный Apple Store. Да, здание Утюг мы там были. Мы были в Брайан-парке. Мы были на Мэдисона Веню. В общем, мы действительно очень много что уже посмотрели. И сегодня, так как за окном дождь, как вы видите, гулять я, например, в дождь не очень люблю. Но, скорее всего, мы сейчас купим зонтик, немножечко погуляем. И хотим пойти на какое-то шоу, потому что сейчас очень много всего. И нам порекомендовали либо сходить на шоу «Аладдин», либо на шоу «Король лев», либо «Гарри Поттер» и «Мулен Руш», либо вообще поехать в Radio City Music Hall. Там проходит рождественское представление. И вот мы сейчас туда едем и хотим посмотреть рождественское все-таки. Потому что мы в Нью-Йорке в период всей вот этой новогодней атмосферы. Поэтому, мне кажется, будет очень актуально посмотреть именно новогоднюю постановку. Вот. И после этого, наверное, еще погуляем. Завтра как раз-таки передают хорошую погоду. Мы хотим сходить еще на смотровую, погулять по центру парку, потому что мы до него еще не дошли. И, конечно же, зайти во все украшенные места, такие как «Отель Плаза», «Пенинсула». Еще раз погулять и посмотреть основную елку, потому что мы вчера видели основную елку на Рокфеллер-центре. И еще сходить на каток. У меня прям вот это такой пунктик. Я все-таки хочу попасть на каток, погулять по магазинам, что-то купить к Новому году. Вот. Поэтому настроение очень классное. Вчера мы отпраздновали день рождения Стаса вечером. Ходили в ресторан «Кэтч». Но уже были такие уставшие, потому что у нас еще до сих пор джетлаг. И мы уже приехали домой полдевятого, и в девять уже просто отрубились. А сегодня думали, что тоже проснемся, как обычно, полшестого в шесть. Но встали по будильнику полвосьмого. Вот. Видимо, джетлаг немного отпускает. Я говорила про то, что в среду нам нужно будет где-то в шесть-семь утра выезжать в аэропорт. И, скорее всего, это будет тот день, когда мы не захотим вставать в шесть-семь утра. Потому что уже перестроился. Всем привет. Улица Нью-Йорк. Сегодня дождь. Очень фотогенично. Людей меньше на улице по местам. Нью-Йорк классное настроение. Спать не хочется. Но сейчас пойдем на представление. И спросите меня еще раз. Мы поели очень вкусно с детьми. Да, были в классном заведении, которое называется Citizens. Здесь круг собак. Оп. Гуляют с ними. Прикольно. Смотри, как они идут. Так, мы купили два билета. У нас билеты по серединке, поэтому они стоят дороже. Один билет, по-моему, 109 долларов. Соответственно, два билета где-то 218-220 долларов получились. Мы сейчас пока ждали нашего времени. Гуляли по улице. И я просто промокла вся насквозь. Мне кажется, я так в детстве никогда не промокала. Просто посмотрите, насколько у меня сырые штаны. И я надеюсь, что сейчас пока будет идти представление, мы немножечко высохнем. И здесь так все по-новогоднему украшено. Это выглядит просто очень красиво. Я вам сейчас все покажу. Мы сначала разденемся, сдадим зонт и будем наслаждаться. Короче, странная тема в Америке. Люди здесь не раздеваются. Мы вчера приходили в рейсик, и там половина типа сидит красивые, как Катя, например, в Пайде, а половина сидит типа в куховиках такая. Ну вот это типа в курках, как я. И типа для меня это странно. Типа окей, в рейсиках, ладно, допустим, мы пришли в театр сейчас. И мы такие смотрим по сторонам и ищем. Где типа скинуть вещи, где гардероб? Так я подскажу сейчас к женщине, спрашиваю вам, она такая типа... Типа, ты о чем вообще снежок говоришь? Ты по курточку с собой берешь и ищи, плечи. Вот. Я такой думаю, нифига себе. И тут реально половина людей, ну типа ходят в зимней одежде, и сейчас мы в театре будем сидеть как бездомные. Реально. Очень забавно это. Редактор субтитров А.Семкин Я поняла, что забыла вам вчера рассказать про то, как у нас прошло новогоднее представление. Но у меня, если честно, просто разрядился телефон, а вечером уже в отеле не было света. Поэтому сейчас мы находимся в Центральном парке. Его я вам тоже покажу, но хочу сказать, что новогоднее представление очень было классное. Оно идет где-то примерно полтора часа. И каждые три часа есть сеанс. Поэтому вот я могу точно сказать, что сейчас вот это вот во всю в рождественскую историю очень много чего забронировано, особенно ресторанов. Но вот такие вот места можно забронировать прям день в день. То есть мы пришли буквально за два часа до начала, забронировали, купили билеты, посмотрели. В общем, если будете в Америке и в Нью-Йорке перед Новым годом, советую сходить. Лично мне прям очень понравилась такая новогодняя классная история. Здесь еще много разных шоу в Бродвее. Но я думаю, что мы уже на другое не пойдем. Мы сегодня пришли смотреть Центральный парк гулять. Погода классная, сегодня дождя нет. Пошлите гулять. Здесь, конечно же, один из знаменитых катков. Сейчас вот как раз-таки его, видимо, заливают. Не знаю, во сколько начинаются сеансы. Но знайте, что пока зима, вы можете прийти и покататься вот с таким вот шикарным видом. Особенно сегодня погода классная. Здесь такая, как будто бы сметровая площадка. Люди сидят, смотрят. И сам парк. Но выглядит, конечно, шикарно. Субтитры сделал DimaTorzok. Еще одна достопримечательность, которую мы идем смотреть. То есть это не то, чтобы достопримечательность. Это обзорная площадка, которая находится в Hudson Yards. Называется она Edge. Мы купили два билета за тоже где-то примерно 120 долларов. И это билеты такие flexible. То есть ты выбираешь дату и можешь прийти в любое время. Есть билеты подешевле, когда ты выбираешь дату и конкретное время. И приходишь к нему. Но, к сожалению, так как мы бронировали сегодня, времени вот именно закатного уже не было. Это самое, конечно же, ходовое время. Все sold out. И пришлось покупать билет, который именно такой гибкий со временем. То есть просто выбираешь дату. Мы выбрали сегодняшнюю и, соответственно, пришли к этому времени. А здесь внутри, в этом Hudson Yards, находятся магазины. И посмотрите, как все по-новогоднему украшено. Вообще топово. Все, идем подниматься. Кстати, также здесь наверху на смотровой находится ресторан Peak. Так вот он называется. Мы хотели туда попасть, но, к сожалению, там все на месяц забронировано. Я не знаю, за сколько нужно бронировать. Ну и, как я поняла, это вообще один из ресторанов, у которого есть смотровая площадка. Поэтому он такой популярный. Но ничего страшного. Мы просто идем на смотровую площадку. Так что я думаю, этого нам тоже будет достаточно. Сори, у меня заплетается язык, потому что мы сейчас шли по улице. Видимо, я немножко подмерзла. Поэтому он такой вот. Но мы дошли. Здесь вот такой красивый вход. Смотровая находится на сотом этаже. Мы поднялись, и я могу сказать, что вид уже шикарный. Смотрите, мы сейчас застанем закат. Вау. Здесь очень круто, что можно взять напитки и сесть. Смотровая выглядит вот так вот она, такой галочкой. Вид реально открывается просто на весь Нью-Йорк. Здесь еще есть стеклянный пол, но мне даже подходить некомфортно. Вон Стас пошел, он не боится. А я прям даже чувствую себя не очень, подходя к нему. А вот мы сейчас вышли, и это непосредственно Хатсен Ярдс. Вот так вот выглядит. Здесь все по-новогоднему украшено. А здесь магазин. Ну что, мы дождались обзор нашего номера. Честно, не собиралась снимать, потому что мы, когда заехали, поняли, что номер такой старый, вот. И желания его снимать не было. Но все-таки показать вам стоит. И большая проблема, с которой мы столкнулись в Нью-Йорке, особенно я когда искала отели, это то, что здесь либо отели 10 квадратных метров, 10-12, когда вы заходите, у вас тупо кровать, вам даже негде разложить вещи. Либо это отели, которые стоят 20 тысяч долларов за 5 ночей, либо вот этот отель попадал под нормальную категорию цены и размера номера, потому что номер у нас где-то 45 квадратных метров. Но оказалось, что он супер старый, как и большинство отелей здесь. Но в любом случае решила вам снять обзор. Мы вот так вот заходим в наш номер. Здесь у нас вот такая вот зона, где есть кофемашина. Можно помыть руки. Здесь можно сложить какие-то продукты. Там есть холодильник. И пойдем я покажу, что я имею в виду под тем, что номер такой старый и весь обшарпанный. Вот то, что здесь вот какие-то непонятные пятна, все какое-то такое вот, ну, поюзанное, как будто бы этому отелю реально 100 лет. Возможно, так и есть. Но уже потом я решила, что плюс у этого отеля тоже есть, поэтому решила снять вам обзор. Во-первых, мы находимся недалеко от Централ Парка, то есть в самом центре Манхэттена. И у нас шикарный вид. Это вообще, на самом деле, один из критериев, по которому я выбирала отель. Мне хотелось, чтобы у нас был классный вид. И он есть. Пошлите. Сразу предупреждаю, обзор я снимаю на шестой день нашего пребывания в Нью-Йорке, поэтому у нас здесь все раскидано. Честно, мы в номере вообще не проводим никакое время. Мы здесь просто ночуем, поэтому мы даже толком не доставали вещи из чемодана, потому что, опять-таки, есть шкаф, но там всего две вешалки. Поэтому решили, что вот эта комната, типа гостиная, будет у нас непосредственно гардеробной. Пойдемте. Вот так вот это выглядит. Да, у нас здесь вот так вот лежат вещи, но это жизнь. Собственно, времени прибирать нет, потому что уже сегодня вечером будем складывать, так как завтра улетаем. Здесь есть стол, телевизор, вот такой вот диван. И вид. Шикарный вид. Но сейчас он будет еще лучше. Давайте пройдем сюда. Здесь у нас туалет с ванной. Здесь у нас душевая. Душевая неплохая. Кстати, для меня показатель того, что в целом отель неплохой. Это то, что есть халаты, кондиционер для волос, крем для тела. И мне принесли тапочки. Так что уже победа. Ну, собственно, здесь туалет. Он достаточно просторный, удобный. Проходим, проходим. Здесь у нас с вами открывается вот такой вот шикарный вид. Мы живем на 21 этаже, поэтому у нас вид на Этон. Здесь вот есть даже солнышко. Вот. И вот такая кровать. Мягкая, удобная, сфильмы. Классная, возможно, потому что у нас джетлаг. Собственно, все. Это весь наш номер. И давайте здесь еще покажу. Вот, собственно, тот шкаф, про который я говорила. Три вешалки. У нас этот номер вышел 5,5 тысяч долларов за 6 ночей, что получается примерно где-то 750 долларов за ночь. И там еще был депозит, по-моему, 1000 долларов. Его вернут, если мы его не используем. Мы его не использовали, потому что мы, еще раз повторюсь, в отеле не бывали. Ничего мы здесь не делаем. Приходим только ночевать. Но, собственно, красивые фотографии мы тоже здесь успели сделать. И вид, в общем, все засняли. Пишите, как вам стоит это тех денег или нет. Ну, а мы сейчас будем собираться, потому что у нас остался последний день в Нью-Йорке. Будем сегодня весь день гулять, шопиться и наслаждаться чудесной погодой. У нас сегодня последний день. И угадайте, где мы? Мы пришли кататься на коньках в Рокфеллер-центр. Но единственный момент того, что здесь нет фигурных коньков. Здесь есть только хоккейки. Я ни разу на них не стояла. Даже не имею представления, как на них кататься. Но будем пробовать. Что делать? Других вариантов нет. Сама хотела, сама буду кататься. Ребят, соврала вам. Оказывается, у них здесь есть фигурные коньки. Просто они тоже черные. Я три раза сходила, поменяла, потому что мне сначала не подошел размер, потом они мне дали хоккейки. Я встала на хоккейки. И вообще, если честно, я не представляю, как люди на них катаются, потому что я чуть ноги не переломала. Вот. А сейчас жду, пока мне Стаса застегнет, и мы пойдем кататься. народу знаю, если честно. очень мало места, очень мало места, но прикольно. Ребят, что хотела сказать. Если у вас появилась возможность посетить Нью-Йорк перед Рождеством, очень советую. Ну, а на этом наш влог подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, писать комментарии. И до встречи в следующих влогах.